В шестой главе перед нами причины того, что потоп пришел на землю. Помните, я предупреждаю вас, что странного и непонятного в этих главах будет немало, между грехопадением и призванием Авраама, до 12 главы. И вот сейчас мы как раз сталкиваемся, пожалуй, с самой таинственной главой, или одной из таинственных глав, шестой главой. Прочитаю вам первые два ее стиха. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Вот в чем проблема. Да, прочитаю еще следующие два стиха. «И сказал Господь Бог, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут не их 120 лет». Что же говорит Бог в третьем стихе? «120 лет осталось цивилизации до суда. В то время были на земле нефалимы, или в русском тексте, исполины». Во многих других переводах нефалимы, а транслитерация соответствующего еврейского слова. Переводчик просто транслитерирует, записывает другими буквами, английскими или русскими буквами, еврейское слово «нефалим», даже не пытаясь подобрать эквивалента. Таким образом, переводчик как бы говорит, «Да я представления не имею, что это значит». Просто в еврейском тексте написано «нефалим», «нефалим», и так и напишем и мы. Особенно же с того времени, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные издрелеславные люди. Здесь есть несколько проблем. Одна из них заключается в том, кто же такие «сыны Божии» — «бене-элохим» на еврейском. Помните, я вас предупреждал, что порою проповедники пишут такие вещи и говорят такие вещи, с которыми ученые не могут согласиться. Очень многие проповедники в своих книгах, причем хорошие проповедники, пишут, что «бене-элохим» — «сыны Божии» — это ангелы. Среди ученых мало кто разделяет это убеждение. Но все-таки его вполне можно обосновать, потому что в еврейском тексте немало мест, где фраза «бене-элохим» — «сыны Божии» — означает, собственно говоря, ангелы. Такой процесс переноса значения с одного фрагмента Библии на другой несколько механистичен. В смысле в следующем мы находим другие места в Ветхом Завете, где вот эта фраза «бене-элохим» означает «ангелы». И, значит, можно с определенной долей уверенности предположить, что в данном случае эта фраза тоже значит «ангелы». Большинство ученых, большинство библиистов, и я в том числе, хотя я и не ученый, я проповедник, но большинство библиистов считают, что это не ангелы. Это набожные, благочестивые люди — потомки Сифа. Потомки Сифа вступают в брак с потомками Каина. И в результате возникает серьезная проблема. Но давайте вспомним, что Иисус учит, что ангелы не вступают в брак. И это, пожалуй, самый главный аргумент, подтверждающий, что речь здесь об ангелах не идет. В Библии нет никаких свидетельств того, чтобы ангелы проявляли интерес или способность к интимным отношениям, уж тем более с дочерями человеческими. У нас нет оснований утверждать, что девушки ангелов привлекают. Поэтому мысль о союзах ангелов и людей — это странная такая мысль. В Библии ничего подобного нет. В мифологии языческой есть, в Библии нет. Значит, если здесь речь идет о союзе ангелов и дочерей человеческих, то это очень и очень редкое исключение. Сторонники этого взгляда, или, по крайней мере, многие из них, предполагают также, что нефалим или исполины — это дети от смешанных браков ангелов и людей. Таким образом, нефалимы — это такие гибриды, смесь ангелов и женщин. Более того, говорят, что нефалим и исполины — это, знаете, такие чудовища, возникшие в результате вот таких браков. Но внимательное прочтение данных стихов заставляет предположить, что уже до начала таких взаимных отношений на земле уже были исполины. Мы мало о них что знаем. Мы знаем, что они могущественны, что они славные люди. Библия больше ничего о них не говорит. Если Библия ничего не говорит, так и нам мудро помолчать. Среди тех, кто считает, что исполины — это дети ангелов и женщин, высказывается предположение, что из-за вот этих чудовищ, из-за исполинов, земля пришла в разврат, земля пришла в опустошение, и именно из-за этого нужен был потоп. Необычные такие интерпретации, провокационные интерпретации. Эти интерпретации меня совершенно не привлекают. Я должен сказать, что среди их сторонников есть весьма благочестивые, весьма образованные ученые люди. Я не отрицаю их благочестие, я не отрицаю их образованность, просто их аргументация меня не убеждает. Я думаю, что здесь все гораздо проще. Третий стих. Здесь еще одна проблема оттолкования. Что значат слова Бога? «Не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками»? Насколько я понимаю, он говорит о том, что День Благодати, открытый грешникам, не вечен. Очевидно, что когда Бог ставит свою защиту вокруг Каина и дает ему знамение защиты, кстати, мы до сих пор так и не понимаем, что это за знамение, он тем самым дает ему возможность покаяться. Он тем самым как бы ждет, чтобы Каин ответил. В Бытии 6 глава 3 стих мы видим, что этот день не вечен, что эта благодать не вечна. Похожие же учения мы находим в Новом Завете. Сделайте, пожалуйста, закладку в 6 главе Духи Бытия и откройте послание к римлянам 1 глава. Послание к римлянам, глава 1. Перед нами ужасающий список грехов язычников, языческих цивилизаций. И вот приходит момент в жизни грешника, когда, как, например, в 24 стихе 1 главе послания к римлянам написано, «Предал их Бог, предал их Бог или передал их Бог в похотях сердец, их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». То же самое в 26 стихе. Римлянам 1, 26. «Потому предал их Бог постыдным страстям». То же самое в 28 стихе. «Предал их Бог превратному уму». В книге «Исход» мы читаем об ожесточении сердца фараона. Это очень глубокая и сложная тема. Павел говорит об этом в послании к римлянам, 9 глава. Скорее всего, это то же самое. Бог предал фараона этому греху, ожесточил его сердце, потому что фараон уже твердо решил идти по этому пути. И эти люди твердо решили идти по своему пути, по пути греха. Господь их предал в греху. Вполне возможно, об этом же речь идет в 1 послании Иоанна, 5 глава. Возможно, не совсем о том же самом, но близком похожем. 1 послание Иоанна, 5 глава, 16 стих. 5 глава, 16 стих. Грех к смерти. Грех, ведущий к смерти. Существуют грехи, которые ведут к ожесточению. Есть грехи, которые ведут к тому, что Бог нас предает. 1 Иоанна 5, 16. «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Значит, страшная реальность заключается в следующем. «Бытии 6 глава», в фрагментах, где говорится об ожесточении сердца фараона, в послании к Римлянам, 1 глава, и в 1 послании Иоанна, 5 глава. Страшно то, что наступает момент, когда грехов становится слишком много, или когда грехи в жизни грешника становятся слишком серьезными, когда он заходит слишком далеко, и Бог его предает этому греху. И он никогда уже не придет к покаянию. Не наше дело судить, когда это происходит, мы ведь не Бог. Наше дело умолять людей о покаянии, молиться за них, проповедовать и благовествовать им Евангелие, свидетельствовать им, пока они живы. Мы не знаем, когда они переходят эту линию. Эта линия невидима, но она существует, и ее можно перейти, и люди ее переходят. Должен сказать вам, что я лично знаю людей, которые, как мне кажется, эту линию перешли. На самом деле, страшно об этом даже думать. Итак, Бог говорит, «Я дам людям на этой планете еще 120 лет». А теперь вернемся к книге Бытие, 6 глава, 11 стих. «Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною, «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Вот вам суд. Бог решил судить. Но при этом Бог дает и благодать. При этом Бог проявляет свою милость. 14 стих. «Сделай себе ковчег». И потом подробно говорит, как сделает ковчег. И 17 стих. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, решится жизни, но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь ковчег, ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобой». Потом он говорит, что Ной должен взять ковчег животных. И Ной так и сделал. Понятно нам, жаль тех, кто умирает. Смерть даже одного человека это тяжело, неприятно. Думать о том, что смерть ожидает всех особенно неприятно. Но давайте об этом поговорим. Во-первых, нам трудно понять, что это значит, что вся жизнь в руках Божьих. Бог Вседержитель, Бог Хранитель жизни. Мы с вами живы всего по одной причине, что Бог дает нам жизнь. Нам совершенно не обязательно умирать, потому что Бог нас осудил. достаточно, чтобы Бог решил, чтобы мы умерли, и мы умрем. Нам нужны легкие. Кто сотворил легкие? Конечно, Бог. Но легкие бесполезны, если нет кислорода. Кто дал кислород? Зачем кислород без легких? Жизнь человека измеряется воздухом в его ноздрях. Собственно, и все. Пока мы можем вдохнуть, мы живы. Если мы не можем вдохнуть, жизнь кончается. Все. последний вдох, и жизнь закончилась. Нет, не сразу, конечно. Организм умирает несколько минут. Но конец обеспечен. Мы имеем жизнь только потому, что Господь дает ее нам, поддерживает ее в нас. Итак, Бог не только поддерживает жизнь, но и дает ее. Мы сохраняем жизнь, потому что Бог ее поддерживает. мы получили жизнь, потому что Бог нам ее дал. И более того, Бог не только дал нам жизнь, но Бог замыслил, придумал эту жизнь. Бог не только поддерживает жизнь, Бог не только дает жизнь, Бог не только создатель этой жизни, но Бог и замыслил эту жизнь. Это жизнь замысел Божий. Во всех отношениях жизнь принадлежит Богу. Бог создал нас по воле Своей. Бог создал жизнь по воле Своей. Бог может и закончить жизнь нашу по воле Своей. Нам это может не нравиться. Нам может не нравиться осуждение через потоп. Но реальность состоит в том, что каждое поколение на 100% смертно. Если вам не нравится, что люди умирают, ну что же, обижайтесь на Него все время. Обижайтесь на Бога все время, потому что постоянно кто-то умирает. Если не вы, то кто-то другой. Если не ваш ребенок, то чужой ребенок. Если вам не нравится, если вы обижаетесь на Бога, что Бог разрешает смерть, разрешает смерть, и посылает смерть в суде, тогда вот какая реальность. Смерть пришла, потому что пришел грех. Бог дал нам возможность противостоять греху. Бог нам дал возможность противостоять смерти. Бог дал нам возможность прийти туда, где нет смерти. Поэтому не стоит сердиться на Бога за наши же провалы, за наш же грех. Лучше давайте благодарить Его за то, что среди своего суда, среди смерти, Он также предлагает жизнь. Он предлагает прощение. Он предлагает благодать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok